Всем привет с вами Вячеслав Витик и сегодня вам покажу довольно интересную партию с вариантом который встречается довольно таки часто хотя на мой взгляд он не совсем корректный и так это ческом я играю белыми фигурами соперник под логином nubr 1198 и поехали е4 g6 d4 слон g7 конь c3 c6 да вот такой вот ход часто его применяют идея в том что где-то пойти d5 и возможно перейти в каракан со слоном на g7 но здесь есть ход слон c4 белые препятствуют продвижению d5 черные играют d6 на мой взгляд сильнее ход d5 несмотря на то что казалось бы у белых больше боев но после еды возможен ход b5 на слон e2 можно пойти b4 и здесь я обычно играю конь a4 cd и возникает позиция который нам которая на мой взгляд с небольшим перевесом у белых но все-таки как мне кажется этот вариант меньше из зол для черных партии же мой соперник сыграл d6 и ff3 нападая на пешку f7 эту расстановку я подсмотрел в партии юдит полгар алексей широв где полгар просто в блестящем стиле разгромила широва следует ход е6 конь же е2 d5 слон d3 конь же е7 встречается также и ход конь d7 конь же е7 и а4 здесь соперник допускает на мой взгляд уже серьезную неточность играет д.е. скорее всего даже ошибку пока сдавать центр не было никакой необходимости для черных у них были другие продолжения в частности вот один из вариантов движка это ход е5 и на д.е. конь d7 и там начинаются какие-то серьезные осложнения которые наверное объективно должны принести перевес белым есть понятные другие ходы но вот ход д.е. попросту плохой следует ход конь е4 и конь f5 да и вот я вам задам вопрос как бы вы оценили эту позицию я думаю многие из вас скажут что она у белых чуть лучше может быть явно лучше но на деле позиция черных уже безнадежная кому интересно подвигайте с движком здесь я немножко продешевил сыграл покрепче понадежней у меня было два хода кандидата это конечно ход h5 который я считал в первую очередь и ход c3 h5 связано с жертвой пешки да ну и как-то я решил не отдавать пешку хотя конечно надо было играть смело h5 на конь d4 мы бьем конь d4 на ферзь d4 можно пойти c3 здесь черные катастрофически отстают в развитии плюс ко всему где-то грозит ход h6 со смертельными угрозами ну скажем на ферзь е5 у белых вновь приятный выбор проще всего скорее всего пойти слоны в 4 темповое на ферзь a5 можно даже убить hg дать шаг на d6 но здесь просто можно уже сдаваться во всех вариантах у черных абсолютно безнадежная позиция то есть вот тоже интересный такой момент я понимал что у меня перевес понимал что ощутимый но честно говоря я не думал что после h5 дела черных настолько плохи а ведь это действительно так после h5 позиция черных фактически уже не держится соперник сыграл а да я вместо h5 сыграл c3 соперник ходит h5 слон g5 понятно что и здесь перевес у белых отставания в развитии плюс у белых все фигуры активные f6 слон d2 теперь уже и масса слабостей не совсем понятно что делать с королем все это вызывает большие трудности следует ход конь d7 конь не в 4 темповой ход конь ф8 3 0 и ферзь a5 здесь я интуитивно понимал что пешку a2 защищать не стоит не надо тратить время и стараться сразу атаковать короля но возможно выбрал не самый сильнейший способ хотя тоже я сделал ход ладья и d1 конечно безусловно ход тоже хороший не выпускает большого перевеса возможно еще сильнее был ход g4 но к примеру после ажи можно сыграть фежей 4 на ладья а6 можно продолжать атаковать h5 на g5 можно сыграть конь c5 да здесь море тактики ну и например на gf можно убить слон f5 здесь конечно черный рассыпается там еще и слон на g7 под боем но вернемся я же сыграл ладья d1 следует ход f2 соперник смело забирает пешку конь c5 да вот здесь я откровенно уже продешевил нужно было смело шарахнуть на f6 на слон f6 еще один мощный тактический удар конь бьет g6 да ну и здесь тоже позиция черных рассыпается на конь g6 мы бьем ферзь f5 и две фигуры под боем слона f6 конь на g6 это позиция безнадежная доход конь c5 тоже не выпускает победы повторюсь позиция черных настолько плоха что даже без жертв белые должны без проблем довести эту партию до победы следует ход король f7 g4 здесь я уже понял что надо вскрывать как можно быстрее ажи ферзь g4 b6 конь е4 слон а6 слон b1 ферзь а5 и время пришло конь бьет g6 симпатичный удар на конь g6 я заготовил конь d6 шаг ну и здесь партия заканчивается еще последовало король f8 конь бьет f5 еф ну ферзь он бить нельзя было там все-таки слон у нас защищает коня да который так спрятался коварно да ну а после еф белый играет ферзь g6 на слон c4 я просто играю ладья hg1 ну и уже от угрозы ферзь g7 по сути нет защиты ладья g8 и слон h6 кинжальная здесь черные уже беззащитный грозит слон g7 грозит ход f6 ну и в принципе пора сдаваться после слона 6 ферзь h6 король f7 я сыграл f7 и соперник не стал получать мат скажем после король f8 f7 и признал себя побежденным и